Девушки отдыхают Тем не менее мы всегда в этот день вспоминаем их и еще сотни других, которые участвовали в тех событиях, которые отдали жизни этой борьбе. Вот почему мы вспоминаем этот день. Бывают такие поворотные моменты в истории, как говорил Ленин, не вспомнив которые и не припомнив какая политическая сила какую позицию занимала в те дни, невозможно разобраться в дне сегодняшних. Именно поэтому мы вспоминаем черный октябрь и именно поэтому передаем знания новым товарищам о том, что это было. Вот наша российская коммунистическая рабочая партия оценку тогда еще выявила, что это была борьба наступающего абсурдизма, то есть диктатуры с таким фашистским лицом на буржуазную, но еще демократию. Ельцин с командой выполняли свою задачу ломать, крушить социализм, прорываться в капиталистическое. И поэтому они не останавливались ни перед чем, а Верховный Совет или Белый Дом, который был уже в принципе вполне буржуазным парламентом и печатал очень даже буржуазные законы по своей демократичности и остаткам честности, все-таки пытались этот процесс тормозить. Как действовал Ельцин, известно, указ вперед на защиту Дрома Совета слетелись со всех концов России, надо сказать, самые простые, не очень титулованные, без парламентских титулов и званий, те, которые защищали остатки еще советской власти, как они понимали. Поэтому основное сопротивление, основная борьба велась с теми, кто с красными флагами. Мы помним тот момент, который описывал Говорухин. Стоят они с Руси на одном из верхних этажей этого Белого Дома и разговаривают. Это Говорухин говорит, Александр Владимирович, ты посмотри, внизу тут сплошные палатки, красные флаги, это же те самые красно-коричневые, которые, значит, нашу демократию не красят. На что Русской, не очень вообще умный деятель, но ответил правильно, и, слушай, Станислав, если бы они, кто бы вообще защищал бы этот дом. Поэтому защита Дома Советов, она была осуществлена и, в первую очередь, погибли те люди, которые сюда стянулись и пришли защищать советскую власть. Остатки Советской Конституции, как они были. Именно они, прежде всего те, кто был на баррикадах, те, кто были на постах внизу, они погибли в первую очередь. А те, которые были в парламентских креслах, на этих этажах, в общем, по большому счету, хоть мы и говорим, расстрелянный парламент. И один из парламентариев не пострадал. И более того, очень многие из них, а тот же Говорухин, да, и до сих пор успешно продолжают парламентскую деятельность и снова учат людей, снова куда-то зовут, оправдывают чего-то. Очень важно отметить, что все время задают вопрос. А вот что, зачем они погибли? Может, это напрасные жертвы? Может, правильно сделал тот оппозиционер, который призвал с экранов телевизора не выходить на улицу, не поддаваться на провокации, не ступать в бой? Так, я имею в виду ту партию, которая называет себя коммунистической и уже много-много лет сидит в парламенте. Да нет, неправильно, потому что и Маркс, и Ленин отмечали. Бывают такие моменты в истории, когда борьба, то же засадное безнадежное дело, она абсолютно необходима для воспитания людей для будущей борьбы. Потому что деморализация от предательства, от сложения оружия, она во много раз хуже, чем гибель какого угодно количества вождей. Это вот слова наших учителей, великих революционеров. Поэтому они не напрасно отдали свои жизни, они показали, что это был по большому счету фашистский переворот. Именно в этом заключается фашизм, когда отбрасываются все элементы демократии и принимается прямое насилие. И именно поэтому и сегодня мы можем, рассказывая об истории, говорить, кто сегодня у власти, какими методами они к власти пришли. И главное, что в сегодняшних разговорах, которые особенно плотно ведутся на экранах телевидения, вчера, сегодня было, и завтра, выступающие люди вроде бы как пытаются взвесить аргументы, обсудить кто чего, как это было, кто первый начал, какие истинные цели были. Ерунда это все. Они не выискивают там правду и даже аргументы не взвешивают. Они защищают себя сегодняшним. Потому что весь результат, он вот в расслоении людей, в появлении господ с миллиардными состояниями. И в уделе всех остальных работать, зарабатывать себя на хлеб, на спину и понимать, что это разделение просто так не преодолеет. Поэтому все это мы должны помнить, не только помнить, а передавать товарищам, детям, внукам, молодым. Потому что борьба, она не прекращается. Может в любой войне быть и отступление, а надо понимать, что отступаем мы для того, чтобы научиться собраться силами, продолжить борьбу. Поэтому вечное слово ни жертвам, ни ролям, которые в 93-м году защищали Советы, Советскую власть. А нам всем наказ эту борьбу продолжить. Рот фронт! 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 Рот фронт!